Всем привет! С вами компания Новая Эра Андрей и я хочу показать сегодня такой некий информационный ролик для тех людей, кто решил соединить балкон, лоджию со своей квартирой, сделать его теплым, сделать это своими руками. Кому непонятна технология данная, тут в принципе все очень довольно-таки не сложно. Начнем вот сегодня именно с полов. Для того, чтобы у нас здесь было тепло, мы должны, получается, вывести сюда источники тепла. Источниками тепла могут являться батареи, источниками тепла могут являться теплые полы. Вот на данной лоджии мы приняли решение вывести то и то. Она довольно-таки большая, широкая, почти полтора метра шириной, имеет по своей площади огромный витраж. И поэтому мы решили, чтобы у нас будут оба источника. И теплые полы, и непосредственно батареи отопления. Батареи отопления очень хорошо будет прогревать именно сам воздух, окружающую среду. Очень благотворно влиять своим кондиционным подъемом теплого воздуха на стеклянные витражи, что обеспечит минимальное там или полное отсутствие выпадения конденсата, испарений, что очень хорошо. И теплые полы, они будут именно делать нахождение в данном помещении комфортным. То есть, мы вывели теплые полы с помощью специальной вот такой ПВХ трубы, которая итальянский производитель. Данная труба именно предназначается для теплых полов. Она может, грубо говоря, веками находиться под стяжкой и ничего в ней не будет. Вот. Вывели трубы, вывели, получается, батареи. Батареи запитаны обычной трубой металлопластиковой, что тоже очень долго будет служить. И обжимные фитинги, что дает надежное соединение. Сняли стяжку, существующую, которая была, что позволила нам увеличить именно базовую высоту пола. Уложили десятку пенополистирол. Уложили вот такую армирующую сетку. Трубы привязали к сетке. И теперь полы у нас готовы под заливку стяжки. Стяжка должна быть не более трех сантиметров над трубой. То есть, ну, общий ее подъем там будет сантиметров пять. Над трубой должно быть не более трех сантиметров. Что дает хорошую стопроцентную гарантию, что полы будут теплыми. То есть, выдерживать большую стяжку нельзя. То есть, всегда надо учесть при строительстве дома, может быть, при ремонте квартиры. Если у вас подразумевается подъем очень большой стяжки над трубой, это неправильно. Надо сначала поднять тогда общую базу, уложить трубы, после этого сделать стяжку. Кому эта информация полезна, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, как мы дальше будем ремонтировать эту лоджию. Ставьте лайки. Всего хорошего. А сегодня с вами был Андрей.